Расходы Краевой Казны А также капремонт многоквартирных домов Это практически 8% дополнительно к тем объемам, которые на сегодняшний день в краевом бюджете предусмотрены Из наиболее таких, скажем, мощных по суммам можно отметить капитальные вложения Потому что Старопольский край продолжает участвовать в федеральных программах Как в строительстве социальных объектов, так и в строительстве объектов инженерной инфраструктуры водоводы Система электроснабжения, водоснабжения, они все необходимы Жители Ставрополя поддержали введение дополнительной помощи для участников спецопераций и их семей Доработанные законопроект внесут на рассмотрение в региональную думу Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале В сети провели голосование Речь шла об изменении формата господдержки для бойцов и их семей на уровне края Почти три четверти проголосовавших высказали заведение новых инициатив с сохранением прежних мер помощи Глава региона отметил, исследование показало востребованность введенных ранее мер поддержки В числе первых проработают инициативы, связанные с реабилитацией после завершения службы Владимиров подчеркнул, что для этого в регионе есть учреждения и квалифицированные специалисты Инициативы Ставропольцев также учтут при дальнейшей работе В селе Просковее продолжается строительство школы на 696 учеников Там оборудуют просторные классы, бассейн и два спортивных зала Сейчас в трехэтажном здании проводят отделочные работы Монтируют инженерные сети и благоустраивают территорию вокруг учреждения, сообщили в Минстрое регион Работы проходят в рамках нацпроекта образования В этом году в Советском округе отремонтируют 9-километровый участок трассы солдата Александровская, Андреевский, Георгиевск На треске обновят полотно проезжей части, установят знаки, нанесут разметку, приведут в порядок съезда и примыкания, сообщили в региональном Миндоре Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» В Аулия-Дель-Бае модернизируют систему водоснабжения Там планируют построить два резервуара накопителя и разводящие сети протяженностью 2 километра, сообщили в региональном Министерстве ЖКХ Обновление инфраструктуры существенно улучшит качество водоснабжения в населенном пункте Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»